Молодежный фестиваль карьеры «Практика Арктика» стартовал на базе Мурманского арктического государственного университета. Будущие абитуриенты, их родители, преподаватели вуза и представители крупных градообразующих предприятий региона встретятся, чтобы обсудить, какие профессии будут актуальны и востребованы через несколько лет. Вопросы, кем стать и какую профессию выбрать, встает перед каждым человеком в подростковом возрасте. Рынок труда меняется стремительно, но сегодня трансформация приобрела космическую скорость. Профессии будущего обсудили в стенах МАГУ. Нужно ориентироваться не на семиминутный спрос со стороны рынка, не в моменте на спрос, а нужно понимать, как этот спрос, какова будет структура спроса через 4-5 лет, по крайней мере для высшего образования, потому что мы не можем еще и секунду, у нас же не недельная продолжительность образовательной программы. На повестке дня Арктика будущего, в каких кадрах нуждается наш северный регион уже сегодня и какими компетенциями должны обладать специалисты завтра, а также возможности их подготовки в Заполярье. Мы работаем вплотную с каждым стейкхолдером, это ведущие предприятия Мурманской области, с правительством Мурманской области, для того, чтобы заранее определять дефицит, сколько не хватает кадров, каких кадров конкретно, с какими компетенциями не хватает кадров. И, естественно, мы готовимся полностью на опережение, готовим те кадры, которые нужны будут в Мурманской области, востребованные всеми стейкхолдерами, ведущими предприятиями Мурманской области уже через 5-6 лет. Мы договорились собрать за одним столом, собственно, представителей образовательных организаций, представителей ключевых работодателей региона, абитуриентов, потенциальных людей, которые, скажем так, помогают устраиваться на работу, тем, кто еще не устраивался, помочь с резюме, сказать о том, какие направления отрасли будут в Мурманской области развиваться и так далее. Среди участников круглого стола и представители Кольской ГМК. Компания заинтересована в подготовке специалистов, готовых работать с современными технологиями и оборудованием. Именно поэтому в Манчегорске был открыт филиал МАГУ с двумя образовательными программами. Наш интерес заключается в том, чтобы привлекать именно местных жителей Кольского полуострова, потому что, с одной стороны, мы видим в этом и свой вклад в развитие местного региона, общества, и нам это удобно, потому что трудовые ресурсы находятся здесь рядом. Самое главное – заинтересовать молодежь, идти к нам на работу и обеспечить им условия, при которых им будет интересно расти и развиваться в нашей компании. Во второй день фестиваля состоится онлайн-марафон для абитуриентов с обзором востребованных профессий. В рамках марафона спикеры также расскажут о новых правилах поступления в ВУЗы в 2022 году. Все желающие могут посмотреть его 11 декабря на YouTube-канале университета. Начало в 13.00. Субтитры создавал DimaTorzok